Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также цветоводы-любители. Итак, на улице март месяц, весна, а я хочу с вами сегодня поговорить о револьверном типе цветения фаленопсисов и о том, нужно ли обрезать цветоносы после отцветания растения. Дело в том, что само растение представляет собой листья, корни, естественно, и цветы, которые располагаются на длинной цветоносе, в народе говоря, на палке, можно сказать, такого они плотного строения. Когда цветы цветут, то они прикрываются, растение получается высоким, то есть сами цветы высокие, очень красивые. Хотя есть разные сорта, есть низкорослые, большие, гиганты растения. Мы поговорим про разные сегодня. Итак, когда цветы завянут у растения, хотя обычно это фаленопсис очень долго цветущие растения, и если они расцвели, то цветы они могут держать и два месяца, и три месяца, полгода и больше. Поэтому, кто хочет наблюдать красивое цветение, длительное, то всем рекомендую приобретать именно фаленопсисы. Когда растение отцветает, то остаются вот такие, можно сказать, не очень красивые, невзрачные палки. Вот, это у меня вот одно растение, другое растение. Вот эти палки голые абсолютно, вид у них не очень красивый. Но обрезать я не рекомендую, то есть лучше, конечно же, подождать. Если цветонос засохнет и пожелтеет, его, конечно, нужно же просто аккуратненько отрезать. Но если он зеленый и живой, то, скорее всего, растение проснется, продолжит свой рост и зацветет на старых цветоносах. Потому что растить цветоносы иногда бывает очень долго. Я вам покажу растение, которое растит цветоносы уже более года. И вот, сейчас весна, повторюсь, и вот у меня вот эти палки проснулись, можно сказать. Хотя растение имеет не револьверный тип цветения, все равно они проснулись, продолжили свой рост. Бутончики скоро откроются. Вот еще тоже цветонос. Вот маленькие бутончики. Тоже мы будем нарастем и будем цвести. А вот эта орхидея, я никогда не думала, это обычный гибрид. Но, похоже, он имеет револьверное цветение, потому что он цветет вообще бесконечно. Вот у него бутончики опять. И отцветут эти цветки. Расцветут новые. Растение растет еще новый цветонос. Поэтому будет обильно цвести. Также покажу, вот, я вам показывала перед Новым годом, гибрид Тайсука Миски. Вот у нас такой был длинный-длинный цветонос. Но, как я поняла, он револьверного типа. Я его не отрезала. Он тоже вот сегодня только открыл свой цветочек, еще маленький совсем. А баум ароматный, он вообще цветет вообще непрерывно. Пусть один-два цветочка. Ну, то есть вот он цветает. Такой цветонос уже в бок впустил, получается. И все цветет, цветет бесконечно. Хочу вам еще показать проснувшиеся мои растения. Вот, сога релекс. Был получен, кажется, два года назад. Не тем летом, а в 2017 году. И вот, в том году он у меня зацвел. Несколько раз процветал. Цветонос я ему тоже не обрезала. И вот, увидела, что мы проснулись. Скоро у нас будут цветочки новые. Вот я его беру. Эвершпринт принц. Цвел зимой. Вот, цветоносик тоже просыпается. А вот это растение очень интересное. Это растение фаленопсис сортовой бастиания. Он был получен вот с таким присохшим цветоносом. И у него вот бутончики уже. Они пустили его в бок. И вот уже скоро мы откроемся, получается. Еще второй. Два цветоноса. Вообще, это сорт обильно цветущий. Но я еще его цветение не видела. И вот, как обещала, покажу растение. Это гибрид Людемания. На Беар Кинг. Вот у нас маленькие, коротенькие цветоносики. Они появились в том году. Поставлю растение, покажу. Вот они. Совсем малыши. Три цветоносика. Три цветоносика. Три цветоносика. Три цветоносика. Три цветоносика. Под корешком. Я в прошлой весной, получается, они выпустили цветоносы. Я думала, что растение раскроется. Но, вот уже прошел год. Растение замерло. Это называется замершие цветоносы. Надеюсь, что они проснутся. И я все-таки в ближайшем будущем увижу их цветение. Хочу вам показать еще. Сейчас мы найдем. Я забыла принести одно растение. Мы уже начали укореняться потихоньку. Вот психоспис. Тоже был со старым цветоносом. Ну, проснулся. И мы тоже скоро зацветем. Здесь у меня такие вот заросли джунгли. Сейчас покажу. Кто-то стоит уже укореняется. Кто-то сходит. Скоро будет цвести. Если хотите, потом подробнее расскажу про какое-нибудь растение. А сейчас хочу сказать, что все-таки, пожалуйста, я считаю, что не нужно обрезать цветоносы, если они не пожелтели. Если он проснется, то вы обязательно увидите еще цветение. Большое спасибо вам за внимание и до новых встреч!